Всем привет! Для проведения данного опыта нам понадобится соль, блок питания от старого сломанного Wi-Fi роутера, емкость с водой, пустой стакан, либо какой-то другой сосуд, главное, чтобы он был не металлический, жидкость для снятия лака, немножко пластыря, зубочистка, ложка, лак, ножницы и ложка, на которой мы будем делать гравировку. Итак, первым делом мы наносим слой лака на то место, где будем делать гравировку на ложке. Нанесли лак, он немножко подсох, и затем пишем надпись. Например, имя. Кому будет принадлежать данная ложка. Теперь эта ложка будет именная. Итак, написали имя. Теперь берем лак и покрываем оставшуюся часть ручки-ложки лаком. Затем покрываем обратную сторону ложки лаком. Также нужно покрыть и торцы ручки лаком, чтобы нигде не было пустых мест, тогда у нас гравировка получится очень качественной. Затем берем две ложки соли и кладем их в стакан. Заливаем водой и как следует размешиваем. Вот соль у нас полностью растворилась. Далее берем блок питания, отрезаем штекер и разделяем два провода. Также оголяем концы проводов, чтобы можно их было законтачить. Теперь смотрим, где у нас плюс, где минус. Обычно плюс там, где на проводе идет какая-то окантовка. В данном случае белая полоска. Значит, провод с белой полоской это плюс, минус это чисто черный провод. И минус мы приклеиваем на нашу ложку, которая будет выполнять роль контакта. И правильно сказать, роль электрода. Итак, дальше берем плюсовой провод, прикрепляем его к ложке. Можно просто пальцами держать. И опускаем ручку ложки в этот солевой раствор. И вот видим, как у нас начинает происходить реакция. Вода начинает мутнеть. Коричневеть. Периодически вынимаем ложку и смотрим, как у нас проходит процесс гравировки. При напряжении 9 вольт и токе 1 ампер, на время гравировки понадобится где-то около 10 минут. Вот, прошло 10 минут. У нас уже вода стала коричневой. И теперь ложку можно вынимать. Процесс гравировки завершен. Вот, хорошо видно, что у нас глубокая гравировка получилась. Теперь промоем ложку под краном. И видим, что у нас получилось в результате. Затем берем жидкость для снятия лака. И начинаем удалять лак. Удаляем лак полностью, чтобы на ложке не осталось ни капли лака. Потом промываем эту ложку под краном. И у нас уже готова ложка с гравировкой. Вот так вот выглядит теперь наша ложка. Теперь она уже именная. Теперь вы и сами сможете повторить данный опыт у себя дома. На этом все. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем пока!